Динамики заболеваемости и смертности На данном слайде продемонстрировано изменение подходов к лечению первой стадии почечноклеточного рака. Отмечается тенденция снижения радикальной нефректомии, преобладание резекции почки и увеличение с 1% до примерно 7% фокальных аблационных методик. Здесь продемонстрировано изменение подходов к лечению первой стадии. У пациентов менее 70 лет снижается радикальная нефректомия с 60% примерно до 35%, увеличение резекции почек с 30% до 50%. Аблационные методики сохраняются примерно на уровне 7%. Интересно обратить внимание на пациентов в возрасте от 80 до 89. У них аблационные методики практически в два раза превышают, нежели пациентов 70. Это около 15-17%. Аргументы в пользу аблативных методик. 15-20% маленьких опухолей – это доброкачественного характера опухоли. 80% злокачественные, но неблагоприятного прогноза. Часто случайно выявленные, высоко дифференцированные и начальные стадии. 20% имеют популярные варианты почечноклеточного рака. Также высокий риск почечной недостаточности после нефректомии. Потенциальные преимущества аблативных методик – низкая частота осложнений, короткий койко-день, сохранение функций почек, достаточно невысокая стоимость лечения, возможность лечения больных с тяжелой сопутствующей патологией, возможность повторной манипуляции. На данном слайде продемонстрирован сравнительный анализ исследований радиочастотных опухолей почек. Здесь нас интересует медиана размера. В основном она в диапазоне от 2,4 до 3,2 см. По данным разных авторов, время наблюдения составляло от 12 до 55 месяцев наблюдения. Опухолей специфическая выживаемость от 94 до 100%. Рецидив после одного сеанса от 2 до 13%. На данном слайде продемонстрировано сравнение резекции почек и аблативных методик. Здесь также следует обратить внимание на 5-летнюю безрецидивную выживаемость радиочастотной абляции в сравнении с резекцией почек 91-94% в сравнении с открытой резекцией 94-98% и криоаблации в сравнении с роботоассистированной – 11,0%. На данном слайде представлено сравнение резекции почек радиочастотной абляции криоаблации. Здесь оценка по шкале Чарльсона при резекции почек 1-1 балл, при радиочастотной абляции криоаблации 2-1 и 2 балла. И результаты трехлетной безметодистатической выживаемости в группе резекции почек 99%, радиочастотная абляция 93%, крио-деструкция 100%. Общая выживаемость трехлетней резекции почки 95%, радиочастотная аблация 82%, крио-деструкция 88%. Наши данные с 2006 года по 2023 год. В нашем отделении выполнено 119 радиочастотных аблаций 100% с опухолю почки. Большинство больных были группой высокого риска проведения хирургического вмешательства и имели наличие конкурирующего заболевания неблагоприятного прогноза. Применяли монополярную установку кул-типа РФ фирмы Вэйли Лаб с одноигольчатым зондом и набором пассивных электродов. Из характеристик нас также будет интересовать средний возраст 70 лет, медиана размера опухоли 29,5 см. Опухоль единственной почки была в 16% пациентов, первичный множественный рак практически в половины процентов был. По данным гистологического исследования почечный клетчатый рак 93,8%. Оценку эффективности производили с помощью компьютерной томографии каждые 6 месяцев. УЗИ каждые 3 месяца биопсия зоны воздействия по необходимости. Основные признаки эффективности проведенного лечения это отсутствие накопления контрастного препарата, отсутствие кровотока в опухоли, отсутствие клеток в опухоли. Среднее время радиочастотной аблации у нас составило 13,5 минут. Осложнение 7%, ожог кожи 3%, гематома 2%, мочевой свеч 1%, перфорация кишки у одного пациента. Время наблюдения медиана 93 месяца. Продолженный рост опухоли у четверти пациентов. Повторный сеанс провели 19%. Хирургическое лечение в последующем 6 пациентам. Смерть зарегистрирована. Летальный исход 31%. Прогрессирование у 6 пациентов от сопутствующих заболеваний у 25. На данном слайде продемонстрирована компьютерная томография опухоли почки до радиочастотной аблации через 6 месяцев после проведенного сеанса. Таким образом, пятилетние показатели выживаемости составили общая выживаемость 83%, опухолевоспецифическая выживаемость 93,5%, безрецидивная выживаемость 71,2%. Частота рецидивирования коррелировала только с размером опухоли. Более 25 мм опухолевого зла статистически значимо продемонстрировали. Кумулятивная пятилетняя безрецидивная выживаемость 50-60%, практически против 87,3%. Выводы таким образом аблативной методики, не показанные всем больным, могут быть рекомендованы только пожилым пациентам с сопутствующей патологией маленькой опухоли почки. У пожилых пациентов с тяжелой сопутствующей патологией данный метод имеет ряд преимуществ перед общепринятыми открытыми хирургическими вмешательствами. Короткий период восстановления, сохранение функционирующей паренхемы, низкая частота осложнений и возможность повторной манипуляции. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Позвольте два вопроса. В каком объеме было выполнено хирургическое лечение у тех 6% пациентов, у которых был установлен продолженный рост опухоли? Нефректомердиками. Нефректомердиками. И второй вопрос. Почему у вас достаточно высокий коэффициент корреляции, R, было равно 0,17? То есть, прям практически прямая зависимость. Почему вы выбрали размер пограничный именно 2,5 см? Мы искали статистическую значимость. Наиболее эффективна была при таком узле, при сортировании статистического анализа. То есть, те пациенты, у которых размер опухоли будет 26 мм, скорее всего, вы их не отправите на радиочастотную абляцию. Я правильно понимаю? Ну, данный фактор мы в любом случае будем учитывать при принятии решений. Каждый пациент, он индивидуален. Также будем смотреть другие факторы, которые я до этого озвучил. Ну, в частности, это возраст, экохо, статус, сопутствующая патология, там, наличие конкурирующих каких-то заболеваний. И суммарно, в зависимости от этих многофакторностей, будем определять дальнейшую тактику лечения. Спасибо большое. Можно еще вопрос? А вот пациентов, у которых вы определили рецидив, биопсию повторно проводили? Евгений Валерьевич, извините, не понял вопрос. Ну, пациентов, у которых возник рецидив после радиочастотной амбляции, морфологическая верификация проводилась? Биопсия проводилась всем пациентам. Повторно? Повторно, да. Повторно, да, проводилась. Проводилась, да. То есть у всех пациентов было доказано рецидивофологически. Спасибо большое. У меня еще есть один небольшой вопрос. Пациенты, как вы сказали, с малыми опухолями. Есть ли у вас какая-то группа наблюдения? Пациенты, допустим, с опухолями менее 3 см, пожилые, отягощенные, которые вы наблюдаете динамически? Да, такая группа, безусловно, есть. Мы ее, к сожалению, не включали в анализ. В будущем можно сравнить данную группу пациентов. Такие же пациенты есть. Спасибо за доклад. Хотел бы задать вопрос. Группа пациентов с единственной почкой, с опухолями единственной почкой. У вас есть такой опыт лечения? Радиочастотная аблация именно? Да, да. Они были представлены. Если я не ошибаюсь, около 19 пациентов было представлено. Есть опыт, да. Повторные вмешательства были у этих пациентов? Анализы именно у данных пациентов мы не проводили, нет. Проводили. Спасибо. Вполне возможно, что они там тоже будут, да. Можно мне вопрос пока задать, пока микроскоп готовится. Скажите, пожалуйста, вот достаточно большое количество больных, которым выполнена радочастотная аблация, а все-таки кто принимал решение, какое метод лечения выбрать пациента? Я понимаю, что больные с сопутствующей патологией, но кто все-таки, еще раз говорю, участвовал в отборе больных для радиочастотной аблации, что склонялось в пользу такого метода, а не резекции почки? Да, я понял. Спасибо за вопрос. Это была междисциплинарная команда хирургов, плюс решения принимались совместно с пациентами и их родственниками. Мы рассказывали всем пациентам о преимуществах, недостатках методов, также рассказывали про наблюдение и совместно принималось решение. Мультидисциплинарная команда хирургов? Несколько хирургов, да, участвовали в принятии решений. Александр Михайлович, просто мультидисциплинарная. Кто участвовал, я участвовал. Ну, заведующее отделение научной сотрудники. Я понимаю, Алексей Сергеевич выбирал, кто может облацить. Нет, нет, Оскар Ач на самом деле в докладе продемонстрировал, там не только были больные возрастные с опустующей патологией, но 50% больных были с наличием другого опухолевого заболевания с негативным прогнозом. Поэтому первая беседа и вообще все беседы на протяжении этого предполагаемого лечения проводили мы несколько раз встречи и обсуждали, что можно наблюдать маленькую опухоль и не лечить, учитывая неблагоприятный прогноз по другому опухолевому заболеванию. Но часть из пациентов возвращались. И вот за эти 16 лет нам удалось накопить этот опыт 100 пациентов. Да, и в ответ на вопрос из 19 пациентов, которым проводили повторную манипуляцию, как раз-таки радиочастотную термооблацию, вторая, потребовалась большинству из них. Вторая манипуляция, и после этого локальный контроль был достигнут у всех. Вопрос, пожалуйста. Мы в свое время тоже занимались этой методикой, довольно интересная методика, но по разным причинам мы перестали это выполнять, начали заниматься лапароскопическими резекциями. Сейчас методика возрождается у нас в онкологическом центре, но уже в руках рентген эндоскулярных интервенционных хирургов. То есть они заинтересовались этой методикой. Если я правильно понял из вашего доклада, 6% пациентов это не был верифицирован у них почечный клеточный рак. Но вы им выполнили РЧА, да? Да, да. Ну то есть понятно, что просто не попали в биопсию, но по рентгенологическим признакам это был типичный видимо рак почки, да? Да, да. Ну вопрос-то в том, что из этих 6 или 7% вы не отслеживали рецидивы были или нет? То есть у нас просто сейчас интернационные хирурги очень строго подходят. Они обязательно биопсию, если подтвердил рак, они готовы брать, если нет, то они не берут. Ну всем пациентам в любом случае был рекомендован контроль, контрольное обследование. Конкретно по каждому из них я сейчас не отвечу. Отслеживали или нет? То есть эту группу вы досконально не отслеживали? Досконально нет. Понятно. Но контроль был рекомендован, все были под наблюдением. Александр Владимирович, я могу добавить лишь, что почему так произошло? Потому что в принципе работа началась в 2006 году, и для того, чтобы минимизировать, не снижать качество жизни пациента, мы некоторым пациентам проводили интероперационно сразу биопсию с последующим выполнением речаторной термоаблации. И, к сожалению, вот у шести пациентов патоморфологи из-за того, что попали в некроз, видимо, опухоли, не был достигнут, не был получен результат гистологический. Поэтому это только лишь с этим связано. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы все-таки сначала действительно доказать при биопсии и затем уже идти на лечение. Потому что действительно порядка 15%, 20% даже иногда это доброкачественные опухоли. Есть ли вопросы, коллеги? Пожалуйста. Какой вот максимальный размер опухоли Вы отпускали под наблюдение больного? У меня есть пациенты 3-3,5 см, возраст 86 лет. Сейчас под наблюдением порядка 5 таких пациентов наблюдается. Это возрастные больные, получается? Это возрастные, да. 80+, так я понял? 85, вот в моем случае 85, 86 и 87. А более молодые больные? Более молодых, конечно, нет. Либо только в том случае, если у пациента есть другое, более агрессивное заболевание опухолевое с неблагоприятным прогнозом. То есть, если ожидаемая продолжительность жизни больного, допустим, с метастатическим раком легкого порядка 2-3 лет, мы понимаем, что от рака почки он никогда в жизни не погиб. Ну, это больные с первичным метахронным раком. Да. Здесь таких больных было 48%, да, по-моему? Да, да. Половина. Спасибо. Можно? Да, прекрасное исследование. Скажите, а патоморфоз как-то оценивался, может быть, у отдельной группы? Извините, по данным биопсии, да, имеете в виду? Потом. Уже. Ну, 7% проводили в послеоперационном периоде каждые 3 месяца ультразвуковое исследование, каждые 6 месяцев компьютерную томографию. В случае подозрения на рецидив, на изменение и накопление контрастного препарата по данным компьютерной томографии, таким пациентам проводили повторную биопсию, и, соответственно, уже принятие решения от этого зависело. Я могу добавить, как человек, который занимался этим. Значит, когда мы начинали рачтотную термоаблацию, нам, конечно, как пытливым умом хотелось понять, насколько она эффективна. Поэтому первые несколько пациентов мы выполняли рачтотную термоаблацию, потом в течение месяца брали малопароскопическую резекцию. И хочу сказать, что 50% опухоли было деструктировано, некроз наблюдался после этой манипуляции. Но ведь смысл этой манипуляции еще и в том, что остальные клетки гибнут в течение нескольких месяцев. Именно поэтому очень важно вашему радиологу, кто будет отслеживать, если вы планируете проводить такое лечение, говорить о том, что первые 3 месяца вокруг по капсуле опухоли иногда есть накопление контраста, и оно связано со спалением, а не с наличием опухолевых клеток. Поэтому не стремитесь быстро делать биопсию. Делать всем биопсию не надо. Только лишь в случае, если есть подозрения на наличие остаточной опухоли. А вот эти 31% умерших? 31% умерли от прогрессирования рака минимальное количество. Как раз-таки пациенты погибали из-за других причин. Из-за других опухолевых заболеваний раз и с опухоли патологией два. А вот опсии не подлежали они, да? Ну, они же не у нас в центре погибали, поэтому, к сожалению, мы не знаем. Но здесь как раз-таки на слайде, я вас, короче, показал вам КТ-грамму пациента после расчетной термоаблации. Действительно, выглядит впечатляюще. Спасибо. Ну, надо правильно отбирать пациента. Это самое главное. Можно? Да, пожалуйста. У шести больных была нефриктомия, да? Там резекция после абляции, рецидив и нефриктомия. Учитывая малый размер опухоли, нельзя было резекцию делать? Хороший вопрос. Большинство из этих пациентов, когда мы обзванивали, их оперировали в других центрах. Почему делали такое вмешательство? Я думаю, что люди боялись после операционных изменений, поэтому просто и шли на быстрое выполнимое вмешательство. Одна была пациентка, которая перевела с у нас в центре, это была больная. У нее опухоль была 6,5 сантиметров, было два раза выполнена речитутная термоаблация из нескольких позиций. К сожалению, добиться локального контроля не удалось, и мы смогли договориться с нашими анестезиологами, чтобы выполнить вмешательство. Но разговор был только лишь о максимально быстрой операции, как раз она выполнялась в объеме нефриктомии. Открытая, там буквально в течение 40 минут выполнена была. Спасибо, коллеги. Прилагаю дальше вопросы в куларах и перейдем к следующему докладу. Спасибо.